Реализацию партийной программы в Архангельске проверила депутат Госдумы от Единой России Елена Вторыгина. Что уже сделано и что предстоит закончить до первого снега, расскажет Артемий Заварзин. Партийный проект помог нам устроить революцию во дворе. Так жители дома номер 7, корпус 1 по улице Советской шутливо говорят о результатах работ по благоустройству. Действительно, кардинальные перемены. Спортивная площадка, малые архитектурные формы, скамейки, урны и ограждения полностью. И главное, впервые за 30 лет отремонтирован дворовой проезд и уложен асфальт. Софинансирование, трудовое участие у нас, все это было. У нас около 4 миллионов весь проект, ну где-то около 200 тысяч мы потратили. А вот жители домов на улице Галушина, благодаря партийному проекту «Единой России», радуются новой детской площадке. На серьезную сумму, почти 2 миллиона рублей, установлено травмобезопасное покрытие, качели, песочницы и уличная игротека. Нам нравится, мы здесь живем, здесь внуки, бегают, играют, им здесь весело и все хорошо. В рамках реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в регионе предстоит благоустроить 170 дворов, свыше 20 в областном центре. Бюджетных денег 278 миллионов рублей. Вкладываются и северяне, либо финансовым, либо трудовым участием. Я думаю, что когда люди вкладывают свою копейку, они понимают, что это их надо хоронить, надо содержать, надо ценить. Поэтому программа-то нужна. Я поздравляю всех, кто принял участие в этом году, кто получил благоустроенные дворы. Благоустраиваются и общественные территории. В Архангельске заметно меняется Чумбаровка, зеленые зоны, новая брусчатка, саженцы и даже литературный скверик. Удается реализовывать и резервные проекты. Так уже к концу октября территория вдоль стадиона «Динамо» станет рябиновой аллеей. Будут проведены работы по ремонту дренажно-ливневого канализации, потому что все помнят, что здесь можно было плавать в свое время. Поэтому воды не будет, тротуары будут чистые, красивые, ухоженные, деревья посажены. Уже в приемной партии Виталий Львов обсудил с экспертами и участниками проекта первые итоги и возникшие проблемы. Ощущается нехватка специалистов по благоустройству. В иных случаях подрядчики переоценивают свои возможности, а горожане не могут вовремя расставить приоритеты – парковку сделать или зеленую зону. Но важно, что проект «Городская среда» уже сегодня приучает к новому формату обустройства своего двора и в целом города. Мы опирались на ТСЖ, на активных жителей, те, которые реально, вот сегодня я своими глазами увидела, которые реально хотели здесь что-то преобразовать, изменить, подняли свои дворы, дома. И они говорили, это цель проекта, чтобы сами жители говорили, а что бы они хотели изменить. Мы продолжим этот проект дальше, на 2018 год, в таком же объеме. Я думаю, мы не отступимся, пока мы сами не отпустим и федералов, пока не сделаем все наши дворы. Парт-проект «Городская среда» долгосрочный, будет действовать в ближайшие пять лет. В настоящее время разрабатывается порядок отбора дворовых и общественных территорий. Прием заявок начнется уже в октябре. Артемия Заварзин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Светлана Михеевская, Архангельское телевидение.